То, что Путин не приезжал ни в Орск, ни в Белгород, ни к стихийному мемориалу Крокусу, это замечается людьми? Это замечается, но все понимают, что это дело не царское. Что это дело не царское, ездить по таким, демонстрировать соединение с народом. Зачем? Когда Путин приедет на парад физкультурников, у нас уже утверждено в бюджете парад физкультурников, на парадах, на победах, царь должен ассоциироваться с радостью и победами. А с несчастьями должны ассоциироваться его чиновники. Все привыкли. Но этот негатив направлен больше на местных чиновников, на МЧС, на местного губернатора, на местные власти, не на Путина. Нет, не на Путина, потому что к Путину привыкли к его сакральности. Он же вечный, он же навсегда. Да, вот еще один момент. Цепочка этих всех негативных событий, которые мы наблюдали за последнее время перед так называемыми выборами в Российской Федерации и то, что сейчас. Сейчас коммунальный коллапс в Российской Федерации, смерть, убийство Алексея Навального. Дальше мы видели рейд российских добровольцев, тоже негативно повлияло, судя по всему, на ситуацию. Поражение НПЗ, теперь города уходят под воду. Скажите, пожалуйста, появляется ли в России базовое ощущение того, что не все хорошо? Или же наоборот, это может иметь какой-то объединяющий эффект вокруг этих форс-мажора в стране? Понимаете, нет. Сейчас в стране происходит, помимо всех этих действительно неприятностей и несчастий, все-таки происходит одна большая волна счастья. Деньги. Деньги. Впервые люди начали получать деньги. Это деньги будут не за разрушенные дома, конечно. Никто не дал бы три года назад, никто не дал бы десять лет назад. А тут и сейчас люди это понимают. Но вот деньги за войну, непрерывно галлопирующие эти подъемные, начинали с двухсот тысяч подъемных, теперь от миллиона начинают. И люди уходят и уходят и уходят в войну, и это становится очень серьезным фактором. Люди могут позволить себе покупать новые дома, квартиры, строить дороги и так далее. А у кого этих денег нет, сам виноват. Сам виноват. Но если учесть, что, смотрите, мы видели статистику вчерашнюю, совершенно какую-то чудовищную. В одном бурятском селе из мужчин, которые ушли на войну, погибло больше 40%, например. Но это означает, что, пока это означает, что 40% семей получили по 8 миллионов рублей. Помимо денег, которые они получали за зарплату, как зарплату военнослужащего. Это очень много. Это безумные деньги, это колоссальные деньги. Мы видели вчера комичный случай, когда дело решалось в суде. Семейная пара такого мошеннического склада, фермера, у которых работал относительно молодой человек, уговорили его жениться на пенсионерке, формально жениться, и записаться на войну. И когда он довольно скоро погиб, пенсионерке, естественно, досталось эти 8 миллионов, и она не стала делиться с семейной парой, которая все это придумала. Вот они пошли в суд. Понимаете, вот пока вот это вот все, пока все занимаются... Знаете, такое ощущение, что Воланд в Рите начал разбрасывать деньги. И вот люди заняты только этим.